Приветствую вас, и проблема на данном деле, как вам и сказали мои коллеги, в обоих. Проблема в обоих, вот вы и спрашиваете, да, скажите, пожалуйста, совет, что делать. Что делать, чтобы что? С чего начать, чтобы все исправить? Что именно исправлять? То есть, мужчину вы не исправите, это очевидно, мужчину вы исправить не сможете никак, это однозначно, вот. Вы можете только поменяться сама, вот, для этого можно и нужно работать со своей самооценкой, для этого можно и нужно работать с уверенностью в себе, со страхом, который у вас есть, возможно. Можно, когда вы боитесь, например, остаться одна. С гендерными представлениями можно и нужно работать тоже. Вот, а то есть, ну, каким должен быть мужчина, какой-то, какой-то, какой должна быть женщина, вот. То есть, это все можно исследовать, это все можно подкорректировать, вот. Вот, но это только то, что касается вас, это не в коем случае не то, что касается человека, да, потому что человека вы не поменяете никак, никак. Так, это невозможно, вот. И, ну, именно, вот. Поменять его, да, это невозможно. Дальше, значит, эм, так, я не знаю, что делать, что делать, чтобы что, да. Так, расставаться с ним, да, расставаться как можно быстрее. На данный момент расставаться как можно быстрее, потом выстраивать отношения более безопасные для вас. Мне больше никто не нравится, а с ребенком одно и слойно. Вам больше никто не нравится по той причине, что вы, как бы так сказать, вот, в силу того, что у вас в семье была такая история, да, вы привыкли к такой модели. привыкли к такой модели поведения, к такой модели отношений, отношений в семье, вот. Понимаете, вы привыкли к этому, и поэтому вам никто не нравится, потому что другие люди таких отношений вам не дадут. именно таких, где вас будут принижать и объяснивать, а вы будете получать об этом соответствующее какое-то удовольствие. Пусть даже это удовольствие будет мазохистичным, но вы будете его получать. Вот. То есть тут нужно взрыва отказаться от своей модели поведения, такой вот деструктивной, да, вот. А, хотя бы, хотя бы ради ребенка, как вам, ну, как вам говорил мой коллега, ну, отказаться нужно от такой вот деструктивной модели. Поведение, поведение, которое у вас сейчас, сейчас, вот. А, и, соответственно, тогда у вас уже будет возможность, да, у вас будет возможность, ага, что-то сделать. У вас будет возможность начать новые отношения. А, тогда такой возможности у вас, естественно, нет, и это нормально. То есть взяться, взяться, эээ, таким, возможностям, эээ, просто не откуда, не откуда. Вот. А, вы пишете, значит, эээ, с ребёнком одно и сложно, а всем сложно, если бы мы по старого ребёнка его не видел, там. А, пользуйтесь эээ, с помощью ваших друзей, ваших эээээ, значит… ну, ваших близких. Вот. Используйте помощь этих людей. Не бойтесь использовать помощь этих людей. Потому что это нормально, что вы, ну, нормально, что вы прибегаете к их помощи. Кстати, это нормально, что вы просите у них помощи. Это нормально, ещё раз повторяю, да, это нормально. То есть в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего страшного. Не терпяйтесь просить помощи у своих близких просто. И всё, и тогда с ребёнком будет вам полегче. То есть, опять же, да, вот непонятно, вы два года без мужчины были, да, а потом вот вы, значит, он появился трезвый безработный, просил позволить видеться с ребёнком через три месяца. Мы начали, мы начали жить вместе. А вот какие-то решения вы принимали, вот. Какие-то условия вы ему ставили, ну, непосредственно, вот. Ему. То есть вот если, допустим, если ты, например, там, ещё раз, я увижу тебя пьяного или под наркотиками, да, то, соответственно, всё, мы с тобой достаёмся, вот. Или там, я дам тебе видеть с ребёнком, если ты будешь, там, ну, пройдёшь лечение, например, вот. И так далее. То есть вот, знаете, какая история, вот так вот. Ну, вы же, скорее всего, так не делали, вот. Вы же, скорее всего, так не поступали, вот. Вы же, скорее всего, так себя не вели, вы же никаких услов не ставили, а просто верите им и нас, вот. Ну, это, скорее всего. Поэтому первое, что нужно сделать, это перестать верить ему на фото. Просто перестать верить человеку на фото, смотреть только на его действия, на его поступки и всё. Значит так. Ну и вот, в принципе, всё. То есть, понимаете, пока вы своему мужчине помогаете справиться с проблемами, которые у него есть, да, вот, пока вы помогаете ему, пока он знает, что вы его примете, что вы его не бросите, там, и так далее. Вот. Так-то и будет происходить, к сожалению. Знаете? Потому что, ну, ну, ничего, ничего не изменится. Мужчине, чтобы измениться, вот, мужчине, чтобы измениться, да, нужно мотиваться, нужен мотив, а у него мотива нет. Вот. И, может быть, и не будет. То есть, мы этого не знаем. Мы не знаем, как это, какое у него состояние, да, то есть, насколько он, он погрязывает. Насколько он давит, насколько сильно он давит. Мы этого не, мы этого не знаем. Поэтому вам нужно, вам нужно думать о себе больше, да, вот. То, что вам не нравятся другие мужчины, да, вот вы говорите, что без любви не могу. Тут тоже, вот, очень важный момент. Что значит, без любви вы не можете? А то, что у вас сейчас есть, это любовь к мужчине? Как мужчине? Вот на данный момент, то, что у вас происходит, это любовь? Нет, это не любовь. Если страдаете вы, страдает он, страдает ваш ребенок, это не любовь. Но вы же почему-то странно с ним. Значит, вам, значит, вам он нужен. А почему он вам нужен? Потому что вы в нем, скорее всего, видите, своеваться. Вот. И, соответственно, первое, что нужно, это отказаться от поведения, которое у вас схоже с тем поведением, что вы унаследовали от своей мамы. Ну, вот. И второе, это выработать новую стратегию, новую схему поведения. Вот. Еще раз получать свою смартфонку и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А сейчас ваш вопрос, он звучит следующим образом. Вот. Сейчас. Ваш вопрос звучит так. Вот. Что мне делать? Может. Может. Оставаться с человеком, который может меня убить, да? То есть, может меня там, может мне навредить. Вот. Вот. И ребенка, ребенка обречь, обречь на это, на такое существование. Вот. Либо, я буду одна, но не буду довольна отношениями. То есть, я, мне, я не буду, я одна, потому что мне ее никто не нравится. Вот. Вот. Понимаете? Ну, то есть, вот. Ну, понимаете, как это выглядит? Вы считаете адекватным? А. Вот. Такую постановку вопроса. Просто, вот, сами себе на вопрос на это подвести. А. 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 Акхокализма. Потому что вы думаете о нем. О мужчине. Вот. А. Исследовать, скорее, нужно вам. А. А. Тема созависимости. Вот. И. Для начала. Для начала, да? А. Для начала. А. Я вам рекомендую. Прочитать книгу. А. 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 Созависимость семейная болезнь, вот. Почитайте эту книгу, я думаю, вам будет многие вещи понятны. А дальше, после этого, вам нужно на индивидуальную консультацию и работать. Работать именно над собой. То есть не над человеком, да, не трогать человека, а именно работать над собой, ради себя. И ради ребёнка. Я думаю так, можно ответить вам на ваши вопросы, потому что что-то происходит, да, вот что-то происходит у вас, это из-за страха одиночества, то есть вы боитесь, соответственно, одно, из-за страха одиночества, из-за неуверенности в себе, вот, в которой у вас возможно иметь место быть. Ну и может быть есть всё какие-то аспекты, вот, о которых вы здесь не пишете, но которые тем не менее очень важны. очень важно. Вот, в принципе, так можно вам ответить на ваш вопрос. Много ли это? То, что я ответил, много ли это? Нет. Это немного. Безусловно, это немного. Но вопрос в том, чего хотите вы. Если сейчас вас интересует с чего начать, да, то начните именно в прочтение книги, о которой я сказал. Вот. А дальше уже будет видно, чего вы захотите, что вы будете сделать, как вы будете делать и так далее. Книга даст вам необходимые направления. Вот. Там же в этой книге есть упражнения по выражению своих чувств. Ну, например, составьте список своих чувств, которые вы в себе подавляете. Может быть, желаний, которые вы в себе подавляете. Так же. Вот. Ну, составьте список этого. И, соответственно, соответственно, посмотрите, почему вы запрещаете себе это, откуда, ну, у кого вы научились этим запретам. Да? Вот. И как бы вы могли приемлемым способом это выразить? Свои чувства. Как часто вы делаете для себя? Ну, как часто вы делаете что-то для себя? Заботитесь ли вы о себе? Любите ли вы себя? Цените ли вы себя? Вы пишите. Моей семье папа много пил, бил маму. Теперь пьет резко, но они с мамой живут как кошка с собакой. Я не могу услышать, как они ругаются. Подскажите, пожалуйста, совет, что делать? Ну, так, сперва, ага. Ваш прогмирующий опыт скупирован из семьи, которая идет. Ваши представления об отношениях между мужчиной и женщиной желательно скорректировать, судя по тому, что вы описываете. Вот. Потому что вопрос заключается в том, так, а вы вообще видите для себя возможность, возможность встречаться с кем-то, да, кто не пьет, да, и не, ну, кто не пьет и не, скажем так, применяет силу физическую на вас. Вот так. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Еще раз. Вопросы зависимости не решаются в формате ответа вопросов. Вопросы зависимости решаются исключительно только в формате индивидуальной работы. Вот. только так решается этот вопрос. Поэтому, соответственно, если вы хотите свою проблему решить, да, если хотите жить счастливо, то я очень рекомендую вам, очень рекомендую вам брать ответственность. 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 Брать ответственность именно за себя. На. За себя на то, что происходит с вами. Вот. Да? Вот. Ну и, соответственно, посмотрите треугольник Карпана. Я, как я уже сказал. Вот. Там вы увидите свою позицию. Там вы увидите какую роль вы играете. Треугольники найдете у себя. И увидите свои, значит, ну, какие-то мотивы, да, для того, чтобы в этом находиться. В этой роли. Ну, чтобы обыгрывать эту роль, скажем так. Вот. Вот. А так можно вам ответить. Что это того, насколько вы серьезно настроены, насколько вы готовы работать. А все зависит, по сути, будущее вас и вашего ребенка. Вот. Ну, а на этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Чтобы подключить наш канал. Подключить. Продолжение следует...